Первая лекция – это введение предмет химии, основные представления о строении атома. Введение. Важнейшей частью современного естественного знания является химия, то есть наука вещества, их свойствах в превращениях и превращениях друг в друга, а также явления, сопровождающие эти превращения. Важнейшая задача химии – получение веществ заранее заданными свойствами и инфинсификация промышленных производств, создание безотходных технологий. Не менее важная задача ее – использование энергии химического пророщения. Химия позволяет синтезировать материалы, которых нет в природе. Химическая промышленность выпускает синтезический каучуб, пластические массы, искусственное волокно, искусственное топливо, красители, лекарственные вещества и многое другое. В сельском хозяйстве широко применяются минеральные удобрения, химические средства защиты растений и регуляторы их роста, химические добавки корма животных, консерванты кормов, многие полимерные материалы. Химия играет центральную и положительную роль в жизни современного общества. Она, несомненно, является системой нашего движения обеспечения, с которым мы просто не могли бы существовать. Более того, химия нужна всем нам для решения многих возникающих сегодня проблем. Многие разделы химии представляют собой самостоятельные, хотя и связанные между собой научные дисциплины. Сегодня будем рассматривать предмет химии, атом, атомные ядра, модели строения атома, квантовая энергия, двойственные провода микрообъектов, квантовые числа, порядок распределения электронов атома и правила Плечковского. Предмет химии. Химия изучает состав, свойства и превращения веществ, а также явления, которые сопровождают эти превращения. Химия относится к естественным наукам, которые изучают окружающий нас мир. Она тесно связана с другими естественными науками – физика, биология и геология. В современной химии выделяется много самостоятельных разделов, наиболее важные из которых неорганическая химия, органическая химия, химия полимеров, аналитическая химия, электрохимия, коллоидная химия и другие. Общая химия рассматривает основные химические понятия, а также важнейшие закономерности, связанные с химическим превращением. Неорганическая химия изучает свойства и превращения неорганических веществ. Органическая химия изучать свойства превращения органических веществ. Химия – это наука, изучающая процессы превращения веществ, сопрождающаяся изменением состава, структуры. Все химические вещества состоят из частиц. Это молекула, атом, заряд ядра, химический элемент вещества и так далее. Молекула – это наименьшая частица данного вещества, обладающая его химическими свойствами. Химические свойства молекулы определяются ее составом и химическим строением. Атом – это электронейтральная система взаимодействующих элементарных частиц, состоящая из положительно заряженного атомного ядра и отрицательно заряженных электронов. Ядра состоят из протонов, положительно заряженных, и нейтронов, не имеющих заряда. Заряд ядра – это параметр, позволяющий идентифицировать, то есть выделить совокупность атомов. Один атом от другого можно отличить с помощью заряда ядра. Химический элемент – это совокупность атомов, химически не связанных друг с другом, имеющих одинаковый положительный заряд ядра. Вещества – это совокупность атомов, химически связанных друг с другом. Химические вещества подразделяются на простые и сложные. Простые вещества – это вещества, образованные из атомов одного элемента, например, простое вещество – уголь, образованное атомами элемента углерола. Железо – атомами элемента железа. Азот – атомами элемента азота и т.д. Сложные вещества или химические соединения – это вещества, образованные атомами разных элементов. Разновидности атомов одного элемента, обладающих одинаковыми зарядами ядер, но разными массовыми числами называются изотопами. Например, водород имеет три изотопа – протий, эйферий, третий. На таблице показаны типы химических уравнений. Реакции, т.е. реакции соединения, разложения, замещения, обмена и схемы этих реакций. Примеры. Относительно атомной массой химического элемента называется величина, равная отношению средней массы атома естественного изотопического состава элемента к одной двенадцати массы атома углерода. Атомная масса – это число, показывающее вас, во сколько раз масса данного атома больше одной двенадцати массы атома самого легкого изотопа углерода. Относительная молекулярная масса показывает, во сколько раз молекулярная масса вещества больше, чем атомная единица массы. Она равна сумме относительных атомных масс всех атомов, образующих молекулы вещества. Молекулярная масса – это масса одной молекулы. Относительная молекулярная масса численно равна сумме относительных атомных масс всех атомов, входящих в состав молекулы вещества. Моль – это количество веществ, содержащие столько структурных единиц, сколько атомов содержится в 0,12000 кг изотопа углерода. Количество веществ характеризует числом атомов молекул или других формульных единиц данного вещества. Зная массу одного атома углерода, можно вычислить числа атомов, например, азота в 0,12000 кг углерода. Малярная масса – это величина, равная отношению массы вещества к количеству вещества. Между массой вещества, количеством вещества и малярной массой существует соотношение. Вот такое соотношение ниже. Атомные ядра – модель строения атома. Атом – это электронейтральная система взаимодействующих элементарных частиц, стоящая из положительного ядра, то есть образованного протонами и нейтронами, и движущихся около него электронов. Число электронов в атомах равно положительному заряду ядра. Атом – электронейтрален. Протон – это ядра атома легкого изотопа водорода. Он имеет положительный заряд, равный по абсолютной величине заряду электродов. Нейтрон – элементарная незаряженная частица. Сумма числа протонов и нейтронов дает массовое число А, то есть А равно Z плюс N. В период открытия первых трех фундаментальных частиц электрона, протона и нейтрона был выдвинут целый ряд моделей строения атома. Здесь на рисунке показано строение атома. Томпсонова модель сливого пудинга уподобляла атом сферическому пудингу с положительным электрическим зарядом, в который вкреплены отрицательно заряженные шарики электроны. В 1910 году Резерфорд предложил другую модель – планетарную модель атома, согласно которой атом состоит из положительно заряженного яда, окруженного отрицательно заряженными электронами. В 1913 году Борн создал квантовую модель атома. Он представлял себе атом в виде положительно заряженного яда, окруженного электронами. Однако он предположил, что электроны движутся вокруг ядра по устойчивым круговым орбитам. Современная теория строения атома, квантовая энергии в двойственная природа микрообъектов. В 1900 году Планк, изучая спектры раскаленных тел, пришел к выводу, что энергия испускается и поглощается атомами не непрерывно, а дискретно, отдельными, мельчайшими, неделимыми порциями квантами, величина которых зависит от частоты излучаемого света. Это уравнение Планка. Здесь Е – это энергия кванта, Омег – это частота колебаний, H – это постоянная планка, которая равна на 6,667 умноженных на 10 индексе минус 34 джоу на секунду. Следовательно, чем больше энергия кванта, тем выше частота излучения. Двойственная природа микрообъектов заключается в том, что микрочастицы могут проявить себя как частицы и как волны, то есть обладают одновременно корпускулярными и волновыми свойствами. Корпускулярно-волновой дуализм. Эйнштейн также показал, что масса тела связана с его энергией соотношением. То есть здесь M – это массовая масса фотана, С – скорость распространения волны. Е равно M умноженной С индексом 2. Так, по уравнению планка соотношение энергии выглядит таким образом. Здесь лямбда – это длина волны электромагнитного колебания. Волновые свойства электронов. В 1924 году Луи Д. Бройль предположил, что двойственная корпускулярно-волновая природа присуща не только фотонам, но также любым другим материальным частицам, в том числе электронам. Энде Бройль ввел соотношение, лямбда – это длина волны электромагнитного колебания. Законы движения макрочастиц в квантовой механике выражаются уравнением Шреддингера. В него входит волновая функция. Здесь фи характеризует вероятность нахождения электрона в данном месте пространства. Волновая функция в уравнении Шреддингера называется орбиталью. Орбиталью называется пространство вокруг ядра, в котором наиболее вероятно пребывание электрона. Электроны могут занимать орбитали четырех разных типов, которые называются С, П, Т и Ф орбиталями. Согласно квантовым механическим расчетам, С орбитали обладают сферической симметрией, то есть имеют форму шара, П орбитали – форму гантели, Т и Ф орбитали – более сложные формы. На рисунке показана форма орбитали. Правило Плечковского. Первое правило Плечковского гласит при увеличении заряда ядра атома последовательное заполнение электронных орбиталей происходит с меньшим значением суммы главного и орбитально-квантовых чисел к орбиталям с большим значением этой суммы. Второе правило Плечковского – при одинаковых значениях суммы заполнения орбиталей происходит последовательно в направлении возрастания значения главного кванта числа – М.